Всем привет! Меня зовут Руслан Гафаров и вы на канале MalikTrip. Здесь мы говорим про венчур-инвестиции, про то, как запускают стартапы, про работу самых эффективных и дорогих корпораций в мире. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то делайте это прямо сейчас. Сегодняшний выпуск. Я, как видите, буду проводить, начинать, по крайней мере, открывать в рубашке. Дело в том, что мы сегодня пришли в один из университетов в Калифорнии, который находится здесь, Берия, Кремниевой долине. Университет называется Lincoln University и, что уникально, хозяин этого частного университета русскоговорящий человек. Наша задача узнать, как же устроена образовательная система внутри штата Калифорния и чем его университет отличается от всех остальных, которые здесь находятся. Здесь действительно сложно конкурировать. Дело в том, что здесь недалеко Беркли находится, здесь же находится Стэнфордский университет и много разных других частных университетов. Вот наша задача разобраться, чем Lincoln отличается, каких у них есть конкурентные преимущества перед такими большими гигантами, которые известны на весь мир. Поэтому, если вы еще не подписаны на наш канал, то прямо сейчас сделайте это. Пишите нам комментарии, ставьте лайки и не переключайтесь. Нас пригласили вот в кабинет святая святых. Здесь ректор, да, получается, правильно? Ректор, директор, президент. Ректор, директор, президент, собственник университета, Lincoln университета. Вот так вот он выглядит. Михаил как раз вот ректор, директор, президент. Раньше был профессор в МГУ. Сколько времени примерно нам требуется? Ну, я думаю, там минут 40-час максимум, я думаю. Хорошо. А сейчас тут просто... Нет, ну я сейчас должен ее... Да-да-да, вы смотрите, вы там свои дела закончите, мы там с вами поговорим, если что, мы потом в другой раз приедем еще раз. Не-не, конечно, но просто у меня проблема, я же не знал, он мне сегодня только сказал. Да-да-да. А мы вчера вечером пришли, я говорю, вот хотим что-нибудь интересное поснимать, он говорит, приходи. Расскажу, все. Но дело не в этом, просто мне нужно, она была назначена. Все правильно, нет, все правильно. Вы делаете свои дела, да? Спасибо большое, да, не переживайте, мы подождем. Ну, неудобно, когда люди ждут, не люблю. Не-не-не, нормально. Мы же так непрошенный гость, можно сказать. Знаете это, да, как изменили поговорку? Как? Знаете, была шутка, что непрошенный гость хуже татарина? Да-да. Скажет, непрошенный гость лучше татарина. Ладно, подождем. А это ты говоришь, мэр, да, получается? Да. Прикольно. Это же девушка мэр? Да-да-да. Девушка мэр какого города? Эмервилл. Эмервилл, прикиньте. Это Окленд, Берклий, Эмервилл. Да-да-да. А, Эмервилл это, по-моему, там, где как раз вот Деворк такой высокий, там, на берегу стоит. Да-да-да. Прикольно. Сейчас мы находимся в кабинете у Михаила Бродского, как я уже говорил, ректоры, директоры, президенты, собственник университета Линкольн. И прикольно, что до нашей с ним встречи здесь сидел мэр Эмервилл, это городок, который находится буквально вот там рядом с Оклендом, всем местом, где мы прямо сейчас находимся. Мне уже тут сказали, что, оказывается, Михаил Бродский не просто предприниматель, он еще и профессор МГУ и доктор наук. Поэтому я для него сейчас вот приготовил особенный вопрос, поэтому не переключайтесь. Я учился в Сколково, в бизнес-школе есть такая, да, там, и один из преподавателей сказал, фонда «Выровник России» стоит 600 миллиардов долларов вместе со Сбербанком, с Гвазпромом, с Роснефтью, со всеми остальными компаниями, а Google стоит 800. Google, а Apple стоит еще больше. Да, да, и мне вот тогда, когда преподаватель за это сказал, я хотел сказать «Все, спасибо, я все понял, пошел». Не, ну дело не только в деньгах, проблема, к сожалению, состоит в том, что здесь генерируются новые идеи. Да, да. А в России изначально, поверьте мне, я много, как это там, я был доктор наук сам молодой, в России не верят сами в то, что могут генерировать идеи. Вот даже в советской науке еще говорили так, вот ты езжай туда и привези нам что-то. Да, да, да. Вот. Сами в себя люди не верят. Пытаются скопировать, понимаете, в чем дело. И в результате люди, которые генерируют, они уезжают. Вот как вы уехали, как там, я уехал, кто-то еще уехал. Вот эти вот ребята, которые получили за графет, или за графин, как он там, это сам, новинскую премию, знаете, в Англии, им предложили вернуться в Сколково. Они посмотрели и сказали, вы что, это все равно, что из 21 века переехать в 19 веке. Потому что важно не то, что у тебя есть, а важно то, что можно сгенерировать. И нужно каким-то образом это стимулировать все время. Значит, в России, к сожалению, нет веры в самих себя. Великая наука, великая страна, все такое. Но все время пытаются что-то где-то взять. Нет пророка в своем отечестве, знаете, говорят. Вот мне кажется, знаете, здесь вот что важно, что сам подход к работе любых организаций, и взаимодействию людей внутри вот этого сообщества, да, там, как в бизнесе, так и в государстве, он такой, что люди, у которых есть крутые идеи, они просто не могут там их реализовать, и поэтому они ищут для себя другие возможности. Блокируют тоже. Да. Потому что там, так сказать, система блокировки стоит начальством, как говорится. Да, да, да. Вот, но несомненно... Круто, что вы это понимаете, потому что я вот сюда, по сути, вот я сейчас договорюсь суть, да, там. Я сюда приехал, потому что мне было интересно, как работает Facebook, Google и так далее, потому что, блин, они же смогли сделать так, что они стоят там по триллион. А почему у нас в России такое невозможно? Я вот сюда приехал с вопросом... Чем тот же Google сделал русским человеком? Да, да, да. То есть вопрос не в том, что, типа, у нас нет талантливых людей, а то, что у нас среда не такая, которая бы позволяла делать что-то действительно можно. Я сюда приехал с этим вопросом. Меня в первую очередь интересует вообще вот и книга, и канал мы, в том числе, о том, как работают организации, да, там. Ну, то есть как внутри люди общаются, да, то есть то, что вот здесь сейчас приветствуется, работа без иерархии, да. Моя компания тоже работает без боссов, у меня нет начальников, там, да, там. У меня там не такая большая команда, 30 человек, да, там. Но там нету начальников, они работают больше года, я в России не был больше года, они самостоятельно работают, при этом у нас там и выручка растет, кратно там и так далее, то есть все хорошо двигается. То есть это, в принципе, возможно даже в регионе, в России, потому что моя команда находится в Уфе. А в регионе может быть больше возможно, чем, скажем, в Москве. Москва зарегулирована многими вещами, и люди, которые там попадают, они настолько держатся за все, что они боятся всего. Ведь дело в том, что без свободы нельзя ничего нового создать. Нужна быть определенная форма свободы. Что такое свобода? Свобода – это способность терять. Способность идти на риск и терять. Без этого не можно. Люди, которые достигают определенного уровня, особенно, ну, не сверхумные, они страшно боятся потерять, поэтому они от всего отказываются. А вы в Башкирии, скажем, у них, они свободней. Ничего особенного там не потеряешь. Особо нечего терять. Не, ну, я серьезно говорю, в чем революция происходит, когда нечего терять. А революция может быть хорошей, может быть плохой, какой угодно. Но революция в голове тоже, когда человек идет на какой-то риск. Значит, в Бэре у нас примерно 7 миллионов человек. Из этих 7 миллионов человек меньше 50% белые. Остальные, значит, вот мексиканцы и так далее, которые вот мы встречаем. Я не говорю, что это есть ведущий класс, потому что они индусы, с моей точки зрения, толкают очень сильно. Но если вот мы рассмотрим, что происходит, вот, значит, 3,5 миллиона людей белых. Значит, среди этих 3,5 миллионов людей, какое количество есть образованных людей? Вот сколько вы считаете? Может, понятнее, мере. Ну, вот давайте вот посмотрим, вот, среди 3,5 миллионов, вот, по крайней мере, значит, во-первых, надо отмести, там, детей, там, и так далее. Значит, останется примерно где-то 2 миллиона, останется людей, ну, как бы взрослых, такие, которые фундаментально функционируют. Значит, среди них порядка 40% людей с образованием. Значит, это 800 тысяч. Знаете, сколько русскоязычных здесь образованных? 200 тысяч. Четверть. Я жил в Советском Союзе, в Москве. Мне повезло, я был в семье профессора, грубо говоря, мать моя была ученая и так далее. Значит, а Советский Союз, с моей точки зрения, это было не классовое общество, а кастовое общество. Вот прописка создавала кастность. Вот вы не умели прописку. Я был в Москве как дворянин, я мог откуда угодно. А вот вы из Башкирии не могли приехать в Москву и начать работать в Москве. Учиться могли с большим трудом, а жить вы не могли. После этого возникала каста. Вот каста ученых, каста военных, каста партийных работников и так далее. Вы не могли. Пристраивали все каким-то образом друг друга, понимаете? Это каста была. Значит, я попал в касту ученых, грубо говоря. Я шел по своей линии. Меня отец мой заставлял задачи решать, грубо говоря, с 10 лет. Значит, ну я стал там, занимался, в Московскую пошел лучшую математическую школу. В Олимпиадах участвовал. Поступил в Московский университет, закончил. Пошел в аспирантуру. Зачитил одну диссертацию, другую. А вот когда я сидел только с консультацией, стало скучно. Люди приходят и говорят, а что ты? Ты что, лучше всех, что ли? Куда ты дальше лезешь? Все вот уже дали-то тут это самое... Успокойся. Ну, успокойся. Значит, коммунистом я никогда не был. Поэтому я за границу, меня не выпускали. И, значит, я еврей плюс к тому. Значит, тоже говорят, что ты тут лезешь? Мы тут все свои. Но для меня это не было. Пока у меня был стимул, я спортивный человек. Я как-то поднимался, поднимался, поднялся. А потом защитил только с диссертацией. Мне сказали, ты что? По-серьезному? Мы тут все уже, так сказать, что? Ты теперь работай как надо. Получай свои 400 рублей и все как положено. А до этого, поверьте, я работал кем угодно. Нелегальным таксистом строил. Чего я только не строил. Потому что у меня трое детей было. Мне нужно было как-то жить. Но экономический фактор не являлся для меня главным. Для меня являлось главным следующее. Что я видел, что страна на самом деле идет куда-то в дыру. И не дают на самом деле работать. Вот каждая инициатива, ты достиг уровня и все. То есть, а в этот момент Горбачев открыл страну. Я поехал на первую конференцию во Францию в 87-м году. Сделал там два доклада. И меня человек пригласил работать в Беркли. В Академии наук, где я работал, мне сказали, нет, это ты не можешь. Работать ты не можешь там. Значит, ну, пример так вот. Либо навсегда, либо, так сказать. Ну, я сказал, хорошо, до свидания, хрен с вами. Вот, и уехал. Приехал, значит, по дороге в Италию. Это какой год был? В 89-й. Вот как раз в июне 89-й я уехал. И в Италии, значит, там такой пункт был. Прихожу туда. Он мне говорит, мы вас не пустим. Я говорю, почему? Вы докажите, что вы не сотрудник КГБ. Я говорю, я мог бы доказать, что сотрудник КГБ у меня был. Но я не могу доказать, что я не сотрудник КГБ. Американцы мне говорят. Вы чего, говорит, меня учить приехали? Я говорю, нет. Вот, и я говорю, вот я говорю, я в Берке там собирался. Да, они нам сообщили, что вы из Берке. Значит, вы не беженец. Я говорю, да, я не беженец, я буду работать. А если не беженец, мы вас не можем пустить. У вас паспорта нет. Я говорю, дайте мне рабочую визу. Не, не можем. Потому что у вас нету паспорта. Я попал в ситуацию. Я сам признал, что я не беженец. Я еду на работу, а паспорта у меня нет. Я четыре с половиной месяца там сидел. В Италии, да? В Италии. Подрабатывал, рвал там лепестки какие-то там в теплице. Нормальный так профессор, да? И при этом я делал доклады в University of Rome. У меня трое детей, надо жить как-то, правильно? А потом вдруг раз мне и пустили, назвали мне парол, называется такая система. Я отказываюсь от всех экономических требований. Ну, у меня там был какой-то лоер здесь из Беркли. Ну, в общем, пустили меня. И я приехал, и, значит, про меня статья была. Вот человек, который отказался от всех благ и так далее. И вот я начал работать. Значит, работаю на гранте. Как в Советском Союзе? Приходишь, делаешь, что-то пишешь. Вот. На четыре месяца у меня был грант вначале пригласили. Он же не понимал, что там здесь людей приглашают под работу, скажем, там из Англии. Он приезжает, поработал, уехал назад. Вот. Но я потом объяснил. У меня, конечно, стресс был страшный, потому что непонятно, что делать. Там сыну было полтора года, там дочки две постарше были. Вот. А он говорит, давай надо писать новый пропозал. Понятия не имею, что такое пропозал писать. Написал три страницы научных таких. Ну, хорошо, я переработаю. Такой Филипп Старк. Раз прихожу, 120 страниц он написал. Я читал, плакал. Такую хинею он написал. Получил три миллиона грант. И я на эти три миллиона грант, я, значит, начал жить и работать. Опять прихожу, работаю, что-то делаю, пишу. Как в Советском Союзе в точности? Не понять ничего. Кто-то платит деньги, там, какие-то секретарь есть. Никакого понимания об Америке не было. Теперь, значит, этот грант кончается. И он мне говорит, надо писать, там, три или четыре года. Он мне надо писать еще один грант. Я уже, как бы, знаю, там, написал. И в деле отказали. И тут я начал понимать, что деньги просто так не печатаются, ниоткуда не берутся. Надо научиться продавать. Значит, ты продаешь. Либо ты продаешь себя, как вот я себя продавал. Либо ты продаешь свой продукт. Вот художник рисует, он продает свой продукт, но он не продает себя. Либо ты продаешь продукты других людей. Вот торгаши, грубо говоря, это купил где-то, продал где-то. Слюбился такая. Либо ты продаешь. Камей. Да, теперь я у меня русский. Ты знаешь, давайте я интервью. Привет! Тебе, наш инструктор, это грек. Прости, что я не забыла, что я не забыла. Ты хорошо? Да, но, ты знаешь, они берут какие-то интервью. Добавь интервью, хорошо? Добавь хорошие пиксели, да? Хорошо? Его мужик русский. Вы должны поговорить с его, это интересно. Из Сен-Петербурга, где вы приходите? Уфа. Из Уфа. Уфа, это Кандастан. Я знаю, я знаю, я знаю. Я не был там. Он живет в Холистос, который, знаешь, близко к другим другим. Вы знаете, ты знаешь? Вы видите, это комбинация русского мужа и грекиста. Я люблю, я люблю, что я называю гейлой в моей классе. Я припал ее красиво. Вы живете в Холистос? Да. Вы знаете Тони Лабу? Экс-мейер-постер? Я просто знал, что там много людей. Я знаю, что это. В общем, последний способ продажи – это продажа создания бизнеса, когда вы создаете рабочие места, на самом деле. Вот это то, что я понял. Я понял в этот момент, что нужно создавать какой-то бизнес или управлять, по крайней мере. Вот мы идем к тому. Значит, вот это понимание, что, к сожалению, бизнес начинается с денег и кончается с деньгами. Не обязательно положительными, может быть, отрицательными. То есть, осуществляется акт продажи. Без акта продажи нету никакого. Но это, кстати говоря, такой большой инсайд для человека, который приехал из Советского Союза и занимался только наукой. Потому что понятно, что сейчас я там уже родился условно. Ну, я 83-го года рождения, но все равно уже осознанная моя жизнь. Я уже живу в капитализме, можно так сказать, не в коммунизме. То есть, для меня вот купить, продать – это было понятно. А для вас тогда это было прям… Нет, для меня было открытие. Дело в том, что мой отец, он был известный ученый, он потом работал здесь уже. Он переехал в 63 года, доработал до 86 лет, буду через Сочи профессором в Сиэтле, в университете Вашингтон. Он не понимал, кто у меня был. Он говорит, кто тебе платит деньги? Я говорю, никто. Это я плачу другим деньги, которые результат продажи образовал. Он не понимал, он не мог это понять. Никогда. Значит, вот как только мы осознаем, что есть акт продажи и что мы в этот момент продаем, в этот момент понимается структура того, что нужно делать. Значит, после этого уже начинаются нюансы, как организовать эту продажу. Вот, грубо говоря, вы сейчас создаете продукт, вы продаете продукт, вы не работаете ни на кого, кроме как на себе. Значит, вы продаете свой продукт. Создаёте вы рабочие места при этом. У меня есть какие ваши отношения. Может быть, создаете, может нет. Но я учу студента в следующем. Вот если на вас Эйнштейн работает, он зарабатывает миллион, а вы доллар. Вы выше Эйнштейна. Потому что вы ему дали работу. И без вас он эту работу не может получить. Вот надо понимать эту структуру. И когда я её понял, я начал стремиться к чему-то открыть. Я стартовал компанию, который занимался рекрутированием студентов. Через эту компанию меня узнали в этом университете, потому что я привозил студентов. А у меня приятели... У нас похожий путь. Мы тоже сюда привозим студентов. Они... Они... Как бы много у меня в университетах приятели. Hello. Окей. Очень интересно. Значит, я привозил студентов. Смотрите, как интересно возникает вещь. Про меня узнали в этом университете, который живёт на иностранных студентов. Я понятия не был, что Линкольн университет. Я был в Меркли. Угу. Они меня пригласили в Бордов Трастис. Это нон-профит организация. То есть, Бордов Трастис, как бы люди, которые не получают деньги, они управляют, они нанимают президента и так далее. Угу. Я пришёл в Бордов Трастис, я понял, что он полностью, по-русски даже не знаю, мисменеджед. Неправильное его управление. Я создал некую революцию, скажем так. И мы подняли университет, который умирал. Когда я пришёл, в нём было 150 студентов. А потом после... А сейчас вот мне Сеня сказал полторы тысячи только MBA, да? Не-не-не. Мы номер три. Вот, кстати. Интересно. Мы номер три после Беркли и Стэнфорда по количеству MBA студентов. В течение многих лет уже. Я могу больше дать штучку даже. Вот. Но всё равно это не так. Это полтысячи, а не полторы тысячи. Но это очень много. Вы же понимаете, что Беркли и Стэнфорд – это мировые структуры с неограниченными ресурсами. Конечно, конечно. Это как бы бренд известный на весь мир. Да. А мы выше всех остальных университетов в Берри. Давайте я вам дам большое. Знаете, публикация... Это в течение... Вот эта публикация называется... Каждый год выпускается в Сан-Франциско Business Times. Book of List. Всё, что самое большое. Самая большая компания такая. Самая большая компания такая. Вот. Вот. И вот, значит, в ней есть... Вот мы здесь, значит, занимаем третье место. Это предыдущий год видео мы занимали. А может, это какой-то тут... Ну, я не знаю. В общем, в члене четырёх лет примерно. Вот. Значит, почему мы занимаем это место? Потому что мы нашли свою нишу в рынке. Иностранные студенты. И они у нас... У нас система... У нас образование как бы... Оно разумную цену имеет. Мы самые дешёвые. Ну, мы называем это affordable здесь, опять же. Это по-русски даже не знаю, как можно назвать. В нём, английский более точный язык. Да, да. Понимаете? Вот. И благодаря этому у нас есть позиция определённая. Потому что студенты иностранные платят столько, сколько местные. А местные конкурируют на реальном рынке. Сколько лет было, когда сюда приехали? Я был 37. 37? Офигеть. 37, когда сюда приехали, в Америку? Да. Офигеть. Почему? Ну, я... То, что круто, что вы уже приехали, ну, будучи, так скажем, сформированным человеком... Мне открыли глаза. Когда мне нужно было... То есть, ребята, вот те, кто смотрит сейчас это видео, 37 лет – это только начало. Представляете? 37 лет прожить в Советском Союзе, по сути, да? И потом приехать и поставить вообще с нуля в Америке начать делать что-то. И сегодня там самая крутая баня в Сан-Франциско, русская, Сан-Франциско. В Калифорнии – это точно. Да, да. Университет, который сегодня сходит там, ну, то есть, на третьем месте после Стэнфорда и Беркли по количеству студентов, блин, это, конечно... Студентов в MBA специальных. Да. Просто надо сосредоточиться на чем-то. Нельзя сделать все. Надо понять, где ты что-то можешь. Сеня, спасибо тебе большое за такое знакомство. Очень круто. Приятно. Жму руку. Я просто таких людей еще не встречал. Вот опять же, вот мой отец, который был хороший ученый, там, он номинирован на русскую премию, он никогда бы не сказал, что он продается. Он, на самом деле, продавался. Он делал одно, потом другое, потом третье. Приезжал, нанимают, из него, так сказать, делают что-то. Вот. И никогда у него не было желания стать независимым. Угу. Вот в чем дело. Вот создать что-то, а потом, чтобы это, так сказать, можно было продать хотя бы продукт, а не самого себя. Вот там приходили, говорят, вот решили эту задачу, решили эту задачу, решили эту задачу. Расскажите, пожалуйста, вот именно вот в Линкольн университете почему, в чем вот фишка его успеха, вот, ну, то, что он на третий месяц стоит. Ну, вот, мне это интересно. Фишка этого успеха состоит в следующем. Понимаете, в чем дело? Значит, вы должны всегда найти что-то свое. Занишеваться, так скажем. Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Значит, вот это свое состоит в нескольких вещах. Первое – это место. Вот смотрите, чтобы попасть человеку-иностранцу в Стэнфорд или Беркли, нужны невероятные деньги и невероятная какая-то пробивная способность. Значит, гнаться, конкурировать с Беркли и Стэнфордом нельзя. Но использовать положение нужно. Понимаете, вот есть знаменитая вещь. Секс продавать нельзя, но секс используется для рекламы. Вот нам сажают красивую девушку на машину. Правильно? Никто от этого не отказывается. Да. Все смотрят на девушку, а покупают машину. Значит, вот мое… То есть, Беркли и Стэнфорд – это секс? Это примерно так. А, да-да. А, да-да. Линкольн университет – это машина. Да. Совершенно верно. Понимаете, в чем дело? Вот я был близок к науке в Беркли и Стэнфорде. Я работал и в Беркли и в Стэнфорде у меня там было. И вот эта близость я вот использовал людей, принес людей каких-то тут, которые уходили на пенсию. Имена. Значит, нужно было создать ощущение… И на самом деле это не просто, но для продажи нужно именно ощущение, что здесь суперпрофессора. И здесь много хороших профессоров. Это номер один был. Дальше нужно было цену убить полностью. Чтобы не соединять. Все смотрят, как это возможно. А вот так администрации нет. Профессора сами… Это кооператив профессоров. А, по сути, у вас тоже без иерархии все работает? Практически, конечно. Но она условная в коем-то смысле. Теперь, кто здесь вся администрация? Все студенты. Я бы выгнал всех, что были, вычислил. И студенты, которые… По сути, получается, то, что сделал Михаил, он оптимизировал бизнес-модель, убрал своих начальников, административные все ресурсы и, получается, дал людям, которые так или иначе задействованы уже внутри этого университета… Студенты работают. Студенты и профессора. Ну, какие-то роли они на себя взяли и, соответственно, что это оптимизация тотальная была. Это кооператив. Вот я вам скажу. Значит, европейскую типу университетам где-то примерно тысяча лет. Они появились там в XI веке примерно. Вот так вот. В Южной Франции, там, в Италии. Значит, сначала образование все было в монастырях. Потом они выделились как университеты. Когда были первые университеты последние? Это был кооператив профессоров. Профессор сам находил себе людей, преподавал. И диплом был, грубо говоря, там, Вася Пупкин, там, диплом. Вот. Значит, после этого профессора начали расти, они начали нанимать администраторов. Не администраторы нанимали профессора, а профессора нанимали администраторов. Потом, когда появились как бы брендные имена в университетах, всяким там герцогам, королям и так далее, стало нравиться, что под ним есть великий университет. Значит, они взяли, дали денег администраторам, наоборот, и сказали, нанимай профессоров. И университеты перевернулись. Вместо наема профессорами администраторов произошел наем администраторами профессоров, потому что университеты субсидировались править государством или там кем угодно. И вот так пошло. И так существует на сегодняшний день. Все государственные университеты, там, в Юнистерии, в Калифорнии, да и Стэндворт, который там, так сказать, хоть и частный называется, на самом деле, он на гранты живет на 80%, это вещь субсидируемая государством. И в ней, вот в Юниверситете в Калифорнии президент. Кто? Президент. Она бывшая, это как ее зовут? Она была, отвечала секьюрити в государстве, я не помню ее позицию. Наполитан ее фамилия. Она была секьюрити секретарь, что-то в этом роде. То есть она номенклатура, то, что по-советски называлась. Передвинулись из одного в другое. Никакого отношения к университету она не имеет. А Линкольн – это возврат к оперативу, где профессора сами управляют, а студенты начинают работать и все делать. За счет этого мы можем поддерживать эту цену. А благодаря этому мы нашли наших людей. Значит, кто сюда идет? Идут в основном иностранцы, потому что они видят эту цену. Это, так сказать, позволяет им здесь каким-то образом закрепиться. Но качество образования при этом остается. Значит, я стою, к сожалению, может быть, нам придется менять это. Я стою на то, что классическое называется «face-to-face», когда мы видим профессора, когда мы делимся с ним мыслями и маленькими классами. Никаких онлайн, ничего здесь нет. Хотя, к сожалению, жизнь приходит к тому, что виз не дают, придется, может быть, делать онлайн. Вот сейчас политическая ситуация не очень хорошая. Но, опять же, у нас профессора. Вот он приходит, он может с ними спорить, он может с ними разбираться, как говорится. – Ну, то есть, там главных нету, да? – Ну, то есть, главных. Есть всегда какой-то… – Ответственный. – Да, что-то такое есть, понимаете. Но остается то, что студент здесь главная листья. – Имеет голос. – Имеет голос. И каждый студент может прийти ко мне, каждый студент может беседовать. – Тем, кто вот сейчас смотрит это видео, чтобы вы знали, мы сегодня… Сегодня сказал, пойдем, поехали, познакомлюсь с Михаилом. Очень интересный человек. И вот Михаил, я знаю, что узнал о том, что он с нами встречается буквально там, может быть, за полчаса, за час до того, как мы зашли в кабинет. – Поэтому, да, такое спонтанное у нас интервью. Поэтому, если у вас есть к Михаилу какие-то еще вопросы, это наши не последние встречи, задавайте их внизу в комментариях. Очень интересный человек, и обязательно, думаю, мы снимем этот очень интересный сюжет. – Теперь я хочу сказать одну очень серьезную вещь для меня. Россия – великая страна с великой культурой и великой историей. Надо уважать сами к себе. Как только будет уважение к самим к себе, все изменится по-другому. Понимать, что я есть человек, я могу произвести, я могу произвести что-то хорошее, полезное, и я буду сам этим горд. Для себя самого. Я буду горд тем, что я сделал. Не только там кто на меня посмотрит и что там пальцы растопыривает, как говорится. А я сам должен быть горд тем, что я делаю. Вот это вот то, что сегодня в России, но не вижу, вот, к сожалению. Вот те кто там сказал, этот сказал, этот сказал. Никто не сказал, я сам горд. Вот я баню построил, я горд этой баней. Слушай, я что-то преодолел. Не говорят о том, что я сам париться люблю. – У вас круто, знаете, чем мы похожи? Тем, что вот вы занимались студентами, я тоже много с образованием. И второе то, что все бизнесы, которые я делаю, я делаю для себя. – Нельзя по-другому. – Да, я просто вот когда вот, например, начал, я работал в банке и смотрю, всех людей внутри банка образовывают. Менеджер по продаже учит продавать, руководитель руководит. А я работал в службе безопасности экономической. Так почему-то от банка ожидал, что я и так все умею, и меня никак вообще не образовывали. Я так усмотрел, всех учат, а меня как бы не учат. Я думаю, несправедливость, надо это исправлять. И пошел всякие тренинги, мастер-классы ходить. И потом понял, что в УФУ просто не приезжает такое количество людей, которым мне было бы интересно познакомиться и что-то поучиться. Я решил эту тему сам делать. Потом УФА стала маленькой, потому что мы слишком часто делали мероприятия. И уже аудитория, которая у УФУ у нас там всего миллион человек, то есть уже все то количество тренингов, которые мы могли организовать, просто не было такой аудитории, которая бы их покупала. Я понял, что надо расширять географию. И так вот мы начали там на другие города, начали делать там Челябинск, Москва, Новосибирск. И вот у нас там 48 стран. И потом мы поняли, что рынок немножко из-за того, что вот сейчас и кризис и так далее, он немножко так сужается, схлопывается. Конечно. И соответственно мы поняли, что и нам уже не так интересно учиться по-русски. Потому что до этого я всегда учился, мне сам было интересно учиться. Потом, когда я с Колково поучился, я понял, что вообще ничего не хочу слышать больше на русском языке. Ну то есть от людей, которые живут в России. Вот честно, да? Потому что искаженное представление... Это может измениться, если люди будут делать для себя. А качество того, что ты делаешь, определяется тем, что это также нужно другим. Вот если ты делаешь только для себя, ничего плохого ты не сделаешь. Но если это также нужно другим, то ты становишься уже сразу вот туда. Да. Но вот у нас такой же подход, что вот я свою программу по сути делаю для себя. Мне интересно знакомиться с такими людьми, как вы сейчас. Спасибо. И благодаря этому бизнесу я тоже могу себе такое... Да, да. Мы сделали YouTube канал, чтобы как раз для тех людей, которые нас смотрят, думают ехать, не ехать в Америку, поехать в нашу программу, не поехать. Я просто хотел вот этим видео и вот такими видео показать, что вот есть такие люди, очень крутые, очень интересные, что можно к ним вот так просто тоже прийти, познакомиться вместе, что-то делать. Спокойно. Учиться, да. У многих же нет такого представления. Думаю, что это какая-то там вражеская территория. Вот это вот ужасная вещь. Да, да, да. Это вражеская территория, так и ужас. Да, да. К сожалению, у меня вот проблема с моими приятелями, которые были умные люди, и сейчас они, я считаю, умные люди в тематике, и там член-корреспондент есть один, и там другие, все дикторы наук. Вот они верят, что Америка враг. Я говорю, здесь никто не враг. Здесь нет, им не интересно быть врагом. Что Америка хочет реально, это иметь рынок сбыта. Никому не нужно захватывать Россию. Россия такая огромная, что невозможно захватывать. Никому это не нужно. Или кто там, что китайцы думают, тоже думают. Америке нужен рынок продавать то, что у них есть. Для того, чтобы продавать, нужно, чтобы в России были деньги, покупать. Значит, на самом деле интерес такой, чтобы были деньги. Каким образом деньги генерируются? У России есть столько способов. Значит, Россия сегодня сконцентрировалась на продаже минеральных ресурсов. Неправильно, потому что они то так, то так. То Россия богатая, то Россия бедная. От нефти все зависит, там от газа. У России есть невероятный интеллект, история. Значит, нужно продавать что-то такое. Но никому не интересно захватывать. Интересно, чтобы люди были способны купить компьютер или телефон или там что угодно. То есть, у меня целесообразность захватывать территорию уже отпала. Это отпало сто лет назад. Да, то есть, нет такого борьбы за территорию. Борьба за рынки сейчас? За рынки, совершенно верно. Идет борьба за рынки. У всех все будет хорошо. И все просто на конкурентной среде предлагаются продукты. И мы в этой среде готовы тоже что-то предложить. У Америки, у большинства населения есть чувство супериорити. То, что мы лучшие. Ничего плохого там нет. Значит, я не вижу ничего плохого. На Курсике такое же, не знаю. Да. В Италии, в Башкирии, в Татарстане. Да, да. Значит, ничего в этом плохого нет. Значит, они считают, что они лучше. Ну и русские считают, пускай, что лучше. Да. Не нужно на этом заострять внимание. А те считают, почему, что значит лучше. Ну, как спортсмен любой, когда выходит на путь. А иначе ты не выиграешь. Да, да. То есть, ты должен верить в свою победу. А иначе ты не выиграешь. Да. Ничего там такого нет. И люди демонстрируют это. Ну и что? Все время скрываться, что ли? Не надо. Вот. А в России воспринимают вот это вот ощущение там, что мы особые, что это против России. Это не против России, это за себя. Вот можно, знаете, как это знаменитый тест. Стакан полупустой или полуполный. Вот один говорит, стакан полупустой, отрицает. Другой говорит, да он полуполный. Вот. Вот так же самое. Значит, вот люди говорят, я лучший. Значит, это что ты худший? Ну, нет. Не значит. Значит, я верю, что я лучше тебя. Нет, что ты плохой. Конкурируй со мной. Вот. То, за что борются, абсолютно стопроцентная правильность. За рынки сбыта. Да. Все остальное перестало интересовать кого угодно. У меня проблемы с Россией были. Потому что, опять же, при всех моих связях, ректора университета, все все знают. Угу. Говорит. Я говорю, прихожу, давай бизнес учить. А они говорят, у нас экономика. Я говорю, вы понимаете, что это разница огромная между бизнесом и экономикой? Экономика. У вас есть модель. И вы по этой модели смотрите, что с ней может произойти. Модель кто-то сделал, там, Маркс или еще кто-нибудь там. Угу. А вы смотрите, какие возможности из этой модели выйти. С какими вероятностями там все это будет. Угу. Угу. А бизнес – это когда вы наблюдаете то, что происходит, вы должны каким-то образом построить модель. Я вам объясняю. Вот этот пример, как вероятность и статистику. Вот у меня есть коробка. У меня есть три красных шара, есть три зеленых шара и пять зеленых шаров. Вы суете руку, вытащите. Да. Вопрос, вероятность. Вы знаете, там три шара красных и пять зеленых. Какова вероятность, что вы вытащите зеленый шар? Это вероятность, это экономика. Что такое бизнес? У вас коробка с красными и зелеными шарами. Помешали, вытащили зеленый, записали. Помешали снова, вытащили красный, десять раз сделали. Что в коробке? Дальше. Вопрос. А если вы сто раз это сделаете? Улучшите вы ответ, что в коробке или нет? Такой эксперимент. А если у вас этот доллар стоит, каждый эксперимент, сколько вы можете себе позволить? Да. Чтобы ответить, что в коробке. Да, да. В России не будет. Бизнес-модель. В России только экономику понимают. Угу. Экономику будут развивать, там развивать, развивать. А бизнес, вот нужно открыть ресторан. Вот у нас тут студент наш, бывший, открыл ресторан Тайландский напротив. Вот будет он работать или не будет? Какие цены выставить? Нету модели. Да, да, да. Надо изучить вокруг все рестораны. Надо понять, когда поток. Нужно понять, какая ценовая шкала. Нужно все это понять. Вот это бизнес. Угу. В России не изучают бизнес. Вот был этот Плехановский институт в Москве знаменитый. Институт советской торговли называется. А сейчас он называется Академия экономики. Я ректору говорю, а почему ты назвал экономикой? Потому что экономика выше. Вот London School of Economics. Вот там. Ну и что? Угу. А кто учить будет бизнес, как делать? Как честно, без коррупции сделать бизнес? Вот я учу, как делать бизнес, с моей точки зрения. Я считаю, что это уход от коррупции. Потому что люди понимают. Бизнес – это когда мы вместе заработали. Это не я учусь. Что сейчас в России происходит, на мой взгляд? Вместо того, чтобы конкурировать как раз за рынки на свободном, ну, именно за счет каких-то своих фишек ценовых и так далее, сейчас идет конкуренция лоббистов. Понимаешь, да? Правильно, правильно. Лоббисты там сконкурировали, как-то карты раздали. Вот это и есть коррупция. Кто-то кого-то победил. И у меня теперь есть какая-то льготная цена по отношению к рынку. Вот это и есть коррупция. Да, и вот это вот, ну, блин, как это убрать, я не понимаю. Это и есть коррупция. Любой банк возьми, да, там. Чем они дешевые деньги просто юзают, да, там, потому что пролоббировали. Чем кто-то дал, да. Да, любую, как бы, если возьмем, там, добывающие минералы организации, то же самое все один за один. Не, ну, это не значит, что здесь все чисто. Да, да. Надо понимать, что... Масштабы бедствия разные. Масштабы бедствия разные, совершенно верно. Я не понимал, что бизнес – это наука. А бизнес – это наука. Не так сильно отличающаяся от других наук. Как управлять людьми, как продавать, как заниматься маркетингом. Инвестмент, да. Второй элемент – это производство, продакшн. Продакшн – может быть, покупка чего-то еще, создание продукта крупного. И следующий элемент – это продажа, сейлс. И вот встречаются три человека, и они хотят создать бизнес. Один обеспечивает это, один обеспечивает это, и один обеспечивает это. Им нужно разделить прибыль. Вот как, в каких пропорциях делится прибыль. Прибыль. Вот если работает что-то, не работа, все, в каких пропорциях делится прибыль. Вот так, грубо. Ну, многие скажут, типа, там, поровну, чтобы у всех было. Вот это 50%. Потому что здесь риск. Вот эти, если бизнес провалился, они ничего не потеряли. Инвестор потерял деньги. Вот это вот 10%. И вот это вот 40%. Производить намного легче, чем продавать. То есть, вот это оплата риска, на эту грубо. Отдельная вещь. А вот в делении здесь, на самом деле, продажа дороже в прибыли. Это не значит, вот здесь же зарплаты есть. Это я не говорю, что это затратная часть. Это деление остатка, который произошел. Вот в этом остатке только 10% сюда идет. Вот, ребят, представляете, о чем говорит профессор. То есть, ну, вот и просто я вот, ну, вот таких людей реально кайфово учиться. Просто, когда ты приходишь в университет где-нибудь там, ну, в странах СНГ, ты не каких-то, никогда таких инсайтов, как от вас сейчас. Ну, это можно... Теперь, в разных индустриях, конечно, немножко это все варьируется. Да, да. И можно обсуждать. И это, кстати, интересный вопрос. В каждой, в какой индустрии, там, скажем, в хай-тике, там, конечно, вот здесь будет больше. Потому что они вкладывают очень много, чтобы что-то произвести, когда новое что-то происходит. Да, да, да. Вот если мы говорим о реальном бизнесе, скажем, строить дом. Вот есть инвестор, есть строитель и есть продавец. Вот будет вот так. Ну, да, сейчас вот, конечно, вот то, что сделают здесь, вот, может быть, тоже скажется во мнении. Вот то, что сейчас сделают в Долине, они стараются сделать так, чтобы продукт вот здесь такой был, чтобы затрат на продажи был и меньше. Конечно. Конечно. И вот это очень круто у них получают. И где смещение не может. Потому что они все время делают новое. Да, да, да. И они умеют продвигать. Вот особенно Apple это делает. Apple гениально продвигает новые вещи. Поэтому они так продвигают. Поэтому Microsoft отстал в какой-то момент. Потому что они не умеют. У них, они как бы все время делали улучшение старого. А Apple выбрасывал все время что-то новое. Угу. И за счет этого они сумели вот сюда перекачать огромные деньги. Угу. Вот так вот. Круто. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Ну что, на этом видео наше заканчивается. Обязательно задайте вопросы профессору, если вы этого еще не сделали. Ставьте нам лайки. Подписывайтесь на канал. И до встречи в Америке. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok